Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, когда убирать морковь, как ее хранить и какими агротехническими приемами воспользоваться, чтобы ваша морковь долежала до нового урожая. Морковь или морковка – культура, которая не всем удается в наших участках. И ошибка наша уже кроется в тех хронических приемах, которые мы не сделали вовремя с этой культурой. Но есть приемы, которые влияют также на сохранность морковки. Ну, самый первый прием, что у нас как бы недооценивается многими, многие не знают, это то, что морковка лучше все хранится, или морковь, как вам это удобно называть, которая растет на легких супящанных, суглинистых или торфяных почвах. Если ваша морковь растет на тяжелой глинистой почве, будьте готовы, что половина урожая будет кривой, половина урожая будет рогатой и прочие-прочие напасти будут на вашей морковке. Тут необходим только один огреченский прием. На тяжелой глинистой почве морковь должна расти на гребне. В гребнях морковка вырастает более ровная и процент кондиционной нормальной морковки гораздо выше. Далее, следующий прием, что как бы многие наши дачники, может, знают, может, не знают, так знаете, нельзя вот в трое поле лета рыхлить между радио моркови, потому что если мы рыхли между радио моркови, мы обрываем корни, обрыв корней, морковь в корне, особенно когда влажная погода, способствует чему? Появляется белая гниль. Морковка наша может не дождаться до уборки, она просто-напросто сгниет. Кстати, сейчас у меня нету гнилий морковки, если даже вы сделали эту работу позже, прорыхлили между радио, значит, сейчас же есть препараты. Беру два препарата, седную палочку и триходерму по 50 миллилитров на 10 литров воды. Проливаю этими препаратами и от белой гнили я уже защищен. Они не поедят мою морковку. Следующее, что необходимо помнить, значит, морковка во второй половине лета, значит, она к уборке должна подготавливаться. А чем мы ее готовим? Подкармливаем золой, литровая банка на 10 литров воды, обильно проливая между радио. По листьям полезно дать, это также, как бы не все делают, 50 грамм на 10 литров воды хлористого калия. Сделать это надо, как бы, конец августа, начало сентябра. Хотя литература рекомендуется за две недели, но я к своему опыту пришел, что это надо сделать за месяц. Сделали, значит, все эти мероприятия позволят вашей моркови лучше храниться. Она будет набирать достаточное количество сахаров, витаминов, и она будет лучше сохраняться в зимний период. Следующее, когда убираем морковь. Значит, ну, тут есть, как бы, три подсказки. Первая подсказка – это пакетики. Это пакетики. На пакетике написано «ранняя», «средняя», «поздняя». Так вот, запоминайте или записывайте. Ранняя сорта созревают через 100 дней после всходов. Средняя сорта через 115-120 дней после всходов. Погодняя сорта – 130 дней после всходов. Вы знаете, когда сели, примерно, если вы не знаете, когда сели, до всходов две недели, и вот будет время уборки вашей моркови. Он может приходиться. И на конец августа, начало сентябра. Не обязательно убирать морковь в конце сентябра. Почему? Ну, и как бы оставляют морковь в земле, думают, она в земле лучше сохранится. А вот это и не так. Значит, столько морковь, которая уже перезрела и стоит в земле. Она подкрывается белыми корешками. Выдернули морковку, есть белые корешки. Срочно убирайте, потому что у нее начался вторичный рост корней. Она будет плохо храниться. Следующий нюанс, тоже не все запоминают. Появились трешины, вот они, вот они, какие хорошие трешины появились на моркови. Срочно убираем, срочно убираем морковь. Она уже созрела. Ну, и далее. Убираем, конечно, морковь в сухую погоду. Выбираем, убрали, подкапываем. Потому что если мы будем просто выдергивать из земли, значит, мы опять же травмируем корнеплоды. А травмируем корнеплоды, мы открываем путь к инфекции. Морковь не подсушиваем. В ни в коем случае, если вы подсушите морковь, она будет храниться очень плохо. Она будет увядать и будет загнивать у вас зимой. Поэтому сразу же берем ботву, удаляем. Вырвали морковь, это небольшой кусочек, сразу же ботву удалили. Или скучивайте ботву, или срезайте. Ну, должно быть удалено ровно с плечиками. Удалили. Ну, вот, а дальше начинается самое интересное. Дальше начинается самое интересное, потому что способы хранения моркови существует тысяча и один. Все они в интернете есть, и вы увидите. Кто-то берет морковь и обмакивает в глину, делает такую глиняную болтушку. Вот, кто-то пересыпает песком корнеплоды моркови. Кто-то во мхе держит морковь. Ну, мог заметить, что необходимо брать сухой, подсушенный. Во влажном мхе, хотя даже и сфагнуло, например, бактерицидное свойство, но морковь все-таки загнивает. Кто-то хранит в опилках морковь, что тоже хорошее. Кто-то хранит в ямах, буртах. Но тут запоминайте один нюанс. Морковь не свекла или другие корнеплоды, которые хранятся навалом. Положили рад моркови, переслаиваем песком. Положили рад моркови, переслаиваем песком. Нету песка, ложим солому, чтобы морковь не пересыхала. Потому что солома будет упитывать излишнюю влагу и отдавать моркови. Это природный материал. Поэтому или солома, или песок должны быть между моркови. И потом самый последний нюанс, что обязательно сделаем. Последний рад мы засыпаем не соломой морковь, когда она у нас в бурте, а землей. 15 антитровых слой земли, а только после этого опять солома и опять земля. В этом случае наша морковь будет свежая. Но если что, способ проще, вы можете вашу морковь не выкапывать. Это касается моркови, которая посеяна в июне месяце. Если она посеяна в июне месяце, где-то числа 10-15 июня, она может иметь наградки. Ведь вам вся морковь не надо. Вам надо морковь и в апреле, и в мае, и в июне. А вы будете обратить все спокойно на наградки. Единственное, что тут надо сделать, придется срезать всю ботву. Срезаем всю ботву на уровне почвы. Это делается в конце октябра, начале ноябра. Срезали и мульчируем. Замульчируем слоем где-то 15 сантиметров. Перегноя. Перегной подойдет и торф. Можно и соломой. Но единственное, что под солому придется положить какие-то приманки от грызунов. Потому что по соломе очень хорошо ходят мыши, и они могут просто-напросто уничтожить ваш урожай. Если вы положили приманки, значит, мыши не тронут вашу морковь. Просто и доступно. Это ветки полыни. Наложили своих веток полыни. Полынь будет отпугивать то, что навредит от вашей моркови. Это экологически чисто, и полыни, по-моему, хватает на каждом участке. Сделайте так, и в основе будете копать в апреле свежую, сочную морковь. Ну а дальше можете опять же ее запесковать, взять полиэтиленовые пакеты и где-то держать в подвале в прохладном месте. При невысоких температурах, где-то порядка 5-6 градусов. И так ваша морковка от урожая прошлого года не будет отличаться от той морковки, которая выросла где-то в далеких заморских странах в этом году. Приятного аппетита! До свидания!